Здравствуйте дорогие друзья, с вами Виктор Быстров, автор сайта поискбыстро.ру В прошлом видео мы проверяли поиск в Google по картинке в 2018 году, работает он или нет. Буквально на следующий день мне на почту пришло письмо из рассылки Дэна Рассела, специалиста по Google, тоже на эту тему, о поиске в Google по картинке. Он поделился двумя своими секретами, как можно искать картинки еще быстрее. Это видео будет посвящено проверке его советов. Кто такой Дэна Рассела я вам расскажу немного чуть позже. А сейчас переходим к его примерам. В своем письме он приводит два примера. Первый это как искать по картинке название неизвестного животного. Он приводит пример с гусеницей бабочки, которую сфотографировал и потом нашел с помощью Google, просто загрузив. А второй пример посвящен тому, как быстрее находить человека по фотографии. Он приводит пример фотографии одной женщины. Обычный поиск по картинке результата не дает, но затем он добавляет к запросу название организации, помня, что эта женщина имела отношение к этой организации. Итак, проверяем приемы Дэна Рассела на своих примерах. Для этого загружаем. Заходим в поиск Google. Далее нажимаем кнопку по картинке. И далее нажимаем на значок фотоаппарата для того, чтобы загрузить файл. Загружаем свой файл. Вот вы видите результат. Google говорит, что это плоский червь. Далее Дэна Рассел советует, чтобы мы помогли Google и указали в запросе, зная, что этот червячок имеет отношение к бабочкам, указать там бабочки. Я пишу по-английски Катерпиллер. И далее Google выдает результаты уже похожие на моего зеленого червячка, на мою зеленую гусеницу. Интересно, почему-то на всех фотографиях, по совершенно разных людей, большинство фотографий этих гусениц находятся на синем фоне. И в результате ознакомления с картинками, Дэн Рассел в своем примере определил, к какой бабочке относится его гусеница. И мы тоже с большой долей вероятности узнаем, что это, вероятнее всего, гусеница сонной оранжевой бабочки. Вероятнее всего, через некоторое время она из зеленой превратится вот в такую оранжевую красавицу. Загрузим фотографию тоже из реальной жизни краба с неизвестным названием. И попросим Google найти картинку. Google находит картинку и выясняется, что, скорее всего, это американский каменный краб. Что он делал на Черном море, не знаю, но вот называется он американский каменный краб. Второй пример Дэна Рассела посвящен поиску человека по фотографии. Он приводит пример, загружает фотографию. Сначала в результатах поиска. Нет, нет этой женщины. Затем он вспоминает, что она имеет отношение к одному из университетов, к институтам американских. И вводит ограничения в поисковом запросе, набирает слово сайт, двоеточие и наименование сайта университета. И вот в этом варианте результат выдается в первых строках. Вот он делится приемом, что если вы знаете, к какой сфере имеет отношение человек, то можно просто ограничивать поиск указанием сайта вместо работы. А теперь я хотел бы рассказать, кто такой Дэн Рассел. Дэн Рассел – это специалист Google, исследователь Google, который ведет курсы и исследует различные аспекты поиска в Google. Два года назад я адаптировал его курс «Мощный поиск в Google». На моем канале есть плейлист с 28 видеоуроками, там где я адаптирую его курс к русскоязычным зрителям. Поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть его советы по мощному поиску в Google. Ссылка на курс будет в конце видео. Я очень рад, что мы вернулись к исследованию Google вместе с Дэном Расселом. И, надеюсь, в дальнейшем периодически будем практиковать это. Возможно, темами следующих видео станут темы, которые поднимает Дэн Рассел в своих письмах. Если вы знаете английский язык, вы можете и сами смотреть его материалы на сайте по исследованию Google все через счет. Если у вас появились какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Большое спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!